здравствуйте друзья у нас вопрос который адресован в принципе к светлане я так буду помалкивать может мяукну что там при случае ну вот светлана зачитывает не надо так значит светлана зачитывает вопрос расскажите пожалуйста как заказывали кухню в сша замер дизайн проект материал договор поделитесь интересными ссылками компаний с которыми понравилось сотрудничать ну скажем так нужно прежде чем начинать вообще любую перестройку нужно понять какую кухню вы хотите есть как бы две большие группы кухонь которые отличаются очень сильно это либо современные кухни сделаны из ламинированных там каких-то материалов или это будут какие-то либо полностью деревянные кухни либо каким-то спортом под дерево но больше такой традиционный дизайн а почему я выделила из них две таких больших группы потому что группы современные кухни ламинированные они как правило они называются у нас называется либо бокс либо анбокс то есть они либо представляют из себя кабинет либо они собираются из отдельных панелей и вот это собственно является принципиальным отличием да то есть если вы заказываете кабинет целиком то он к вам приходит уже в собранном виде и это кабинет и такие кухни делаются на заказ и у нас там крупные есть магазина есть маленькие они дорогие где дело я сейчас даже не о цене говорю я потом скажу о цене а дело в том что это принципиальное отличие либо вы собираете кухню или кто-то вам собирают из отдельных частей либо вы покупаете сразу готовые полностью кабинеты это первый момент и они как правило вот эти две большие категории они визуально отличаются либо это модерновые кухни современные которые собираются из панели и в это более традиционный как бы дерево красивые да деревянный такой у меня более традиционный а либо это модерновые кухни ламинированные красивые цвета и так далее а второй момент на который нужно обратить внимание это то место когда вы собираете свою кухню втиснуть дело в том что если у вас кухня с не вот как это сказать не закрытыми концами то есть если у вас есть это расстояние от конца кабинета ну а стены как open-end или closed-end вот это очень принципиально потому что либо вам нужно сделать такую кухню чтобы она точно вписалась в размеры и у вас нету дополнительных там 10-15 сантиметров на которые кабинеты готовые могут не сойтись то есть если кухня между двумя жесткими стенками или если допустим нет нет жесткой стенки нет вот это тоже очень принципиальный вопрос почему потому что есть очень много готовых кабинетов которые можно приобрести у них есть вполне стандартные размеры если вы из этих стандартных размеров можете себе набрать такую кухню чтобы закрыть эту стенку то это как бы получается более дешевый вариант этой кухни когда вы идете например вызывайте мастера они вам сказать вот да ну вот здесь у вас например не получается готовый кабинет возьмите маленький кабинет и поставите как у нас называется филеры то есть такая пустая заглушка между которой ничего нет дело в том что кухня это самое напряженно функциональное место в доме и поставить например шкафчик который будет там на 10 см меньше вместо этого поставить заглушку как бы жалко ставить эти заглушки вот в чем вопрос жалко место закрытая заглушка я стараюсь этими заглушками не пользоваться хотя иногда вот нашу плену его слабость это был чисто декоративно там хотели выделить да мы поставили такие как бы опоры но вообще я стараюсь этим не пользоваться в особенности там где кухня простые такие современные стараюсь заглушками не пользоваться не съедать место а можно я спрошу но вот когда ты решаешь современного тебя кухня или классическая все-таки ты же смотришь на свое жилище у тебя же не может быть классическое жилище в современной кухне я предполагаю что человек должен сам себе он знает свои вкусы но это тоже такой вопрос нравится не нравится да вот одному нравится классическое а другому нравится все современно мне в свое время нравился классический вариант да какой-то допустим какой-то определенный из классических а сейчас мне нравится это же такой вопрос который может даже меняться у одного человека взгляд на то как он хочет видеть свой пункт то есть первое надо решить или у тебя будет кастомизация то есть тебе придут снимут замеры и сделают подожди ты не только сперва надо решить ты делаешь цельные кабинеты или ты делаешь их из досок собираешь это потому что от этого ты зависит от того куда ты пойдешь заказывать и второй момент заключает то если ты допустим делаешь готовые кабинеты или из досок они идут по стандартным размерам определяет то что ты можешь купить готовые кабинеты и тебе обязательно нужно идти кастомизированному какому-то офису или шопу где тебе сделают кухню которая только для себя конечно то есть это уже дальше размер ты смотришь да то есть кухня для себя лично нужно самой левой полосы значит кухня которая идет по всем кастом размерам она конечно стоит намного дороже что там говорить а собрать из готовых кабинетов кухни так чтобы она красиво смотрелась да это уже лежит на владельца дома и от его дизайнерских способностей то есть он как бы подбирать ему конечно могут посоветовать что-то на когда он пойдет и ему будут советовать они ему как раз эти силы наставят там потому что у них забота только чтобы было красиво а не только что и красиво и функционально да значит что касается так так вот либо готовые кабинеты либо из частей которые стандартными размерами вписываться в пространство либо вам нужно делать всю кастом кухню какие тоже есть и тогда просто приходят люди они вам все заверяют они вам делают дизайн вы говорите я не хочу никаких филлеров а им это все равно потому что если они делают все кабинеты сначала до конца то им все равно они сделают так как нужно значит обычно делать если у нее несколько стенок все зависит от планировки кухни да я не знаю как про кухню вы говорите зависит от планировки но например если там вот у нас кухни там где мы живем в квартирах кухни поменьше в домах кухни побольше зависит от того сколько у тебя стенок мы стараемся каждую стенку сделать с каким-то центром симметрии то ли в центре это будет например раковина в центре стенки какой-то да то ли в центре стенки будет плита но соответственно от этого кабинета в разные стороны должны расходиться кабинеты более-менее симметрично но если они будут отличаться вопрос там может там на два на три сантиметра но если есть возможность уже то желательно их делать более менее симметрично а потому что просто красивей смотрится то есть любая а если плита то пусть будет посредине да 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 причем это симметрия она не относится например к тому какой наполнение вы сделаете у кабинетов. То есть, например, с одной стороны у вас могут быть выдвижные ящики, а с другой стороны такой же ширины, но могут быть там, например, дверцы. Это хорошо, но важно, чтобы ширина этих кабинетов, чтобы они очень сильно не отличались по ширине, потому что это выглядит не красиво. Должна быть какая-то симметрия соблюдена. Теперь, значит, что касается... Да, так вот, в зависимости от того, как вы решение примете, оно очень определит, куда вы пойдете заказывать эти кабинеты, потому что производителей готовых кабинетов очень много, и сейчас появилось очень много маленьких китайских таких ловчонок, которые делают вполне стандартный определенный набор кабинетов. И если вы можете себе, как из конструктора, собрать эти кабинеты, да, традиционные, то это может быть очень недорогая кухня, они там же и каунтер гранитный нарежут, потому что опять все это уже при фабрике. Как сказать, по-русски, при фабрике? Ну, из заготовок. Из заготовок сделают тоже каунтер, подрежут вам, сделают, и это будет относительно недорого. А эти заготовки идут из Китая, они почти дорогие. Все, все идет. У нас вот эти вот все кухни, готовые кабинеты, они все идет. Просто если бы вырезали гранит или мрамор, если бы вырезали в США, это бы дорого стоило вырезать. Ну, более дорого, да. От Китая режут дешево. Если у вас, опять же, если у вас нестандартный размер кухни с каким-то там полу-айлендом, такой, который не вписывается в эти стандартные куски, которые продаются уже за подготовками, уже с булл-ножами, с краем уже сделанным, это все будет, естественно, все кастом стоит дороже. Поэтому, естественно, идти к кабинетмейкеру, который делает абсолютно кастом кабинеты, кухня может стоить очень дорого. Кухня может легко стоить 50-100 тысяч, в зависимости от размера ее кастом кухня. Имеется в виду уже с камнем? Нет, это без камня, это только сами кабинеты. Без сантехники еще. Это без сантехники, это без сантехники. Просто сделать тебе кастом кабинеты такой ширины, сделать дизайн, шкафчики такие. Ну, это большая кухня. Ну, это большая кухня, я думаю, такого типа, как вот у нас в Лос-Алтусе была большая кухня. Да. Вот, это дорого стоит. Поэтому, конечно, со стороны более дешевых кухонь мы рассматриваем эти возможности, которые представляют нам готовый кабинет, если мы можем их туда вписать. Вот сейчас, например, очень популярна Айкиля. Ну, вот Айки – это современная кухня, да? То есть, в Айки сделать традиционную кухню можно, из более темных там сортов, но, конечно, Айки красивее смотрится, когда это современная кухня. У Айки есть очень классная штука, у них есть такой дизайнерский тул, прямо на сайте, софтвер, где можно эту кухню все распланировать. На самом деле, вот просто нужно об этом знать, и когда у тебя есть комната, да, кухонная комната, то можно ее там нарисовать. И прямо из их ассортимента кабинетов эту кухню подсобрать, выбрать в ней… И этим же заказать? Нет, подожди, нужно выбрать финиш, какие ты хочешь ножки, какие ты хочешь ручки, какого цвета ты хочешь там, но тебе дается, по крайней мере, палитра всех возможностей, потому что, на самом деле, держать все это в голове и самому это все придумывать невозможно, там очень много деталей. Подожди, но если это фирм, если магазинный сайт, то ты имеешь фактически спецификацию готовую? Абсолютно, то есть, вот заканчивая этот проект, когда проект сохраняется, он выходит прямо с ценой. Он выходит со всеми мелкими деталями, тут шкафчик такой, тут палочка такая, тут ножичка такая, тут этот самый молдин такой, все-все-все, оно само все подсчитывает. И выходит полностью кастомизированная кухня под свои собственные нужды из стандартного набора кабинетов, которые они позволяют там собрать по теморазмерам. Хочу предупредить тех, кто уже так заинтересовался, что на этом все не кончится, и когда вы начнете получать это все из Айкии, то выяснится, что многое из комплектации не соответствует вашей спецификации. Нет, ну подожди, подожди, подожди. Все живые люди, если чем больше кухни, тем больше ошибок, конечно, но во всяком случае уже вот на момент до еще закупки всего у вас выходит спецификация, сколько вам будут стоить кабинеты. И у нас, например, в Айкии несколько раз в году бывают очень хорошие сейлы именно на кухонные кабинеты. Они бывают где-то в феврале и в октябре, где-то примерно так, грубо, никто не знает точно даты, но когда вот эти сейлы, то эти кабинеты можно вообще купить просто за копейки какие-то. Ну, например, разницу в цене? Я не могу, ну, 15%. А, 15%. 15%, да. То есть, если ты покупаешь там свыше чего-то, кухня свыше чего-то обязательно бывает. Какую-то сумму, да. Да, там 15% дискаунт, это серьезные вещи. Причем там на все дискаунты, даже на их апплайенсы, если туда встроить. Да, апплайенсы, это там плита, холодильник. Да, встроенные, это все. И оно красиво подобрано, и оно получает такой европейский вид. И все это очень симпатично. Значит, что получается дальше? Дальше, конечно, когда это все доставка. Да, значит, с этим, распечаткой с этой, нужно прийти в сам магазин АйКи и сказать, проверьте мне, правильно ли я все это сделала. Потому что вы прямо из АйКи имеете доступ к своему этому чертежу, проверить, потому не забыли ли вы чего-то. То есть, бывает, что вы сами забыли что-то там поставить, и они уже знают стандартный набор, чего там нужно доставить. Проверьте мне, да, вот эта цена, сколько это мне будет стоить, если есть какие-то скидки, значит, скидки. И вы закупаете кабинет. Когда кабинеты приходят, обычно приходит огромное количество вот этих вот ДСП коробок, которые тяжелые. На поддонах прям. На поддонах, да. Очень важно проверить каждую коробку, вот той самой спецификации, которую вы распечатали. Она очень удобно распечатывать, что на каждой коробке там есть свой номер, и эта распечатка имеет все эти номера. То есть, это можно сверить все. И это обязательно нужно сверять, потому что они путают большие заказы, люди собирают, они вместо одного могут положить другой. Даже нужно проверьте галками поставить прямо все. То есть, спецификации имеют, артикулы, и коробка тоже имеет артикул на ней написан, поэтому очень легко проверить. Да, это все проверяют. Теперь дальше. Вот вы привезли все эти ящики, но дальше вам нужен человек, который это все соберет. И установит. Нет, стоп. Соберет одно, установит другое. Хорошо. Иногда это делают одни и те же люди. Но иногда у нас, например, есть просто люди, которые печатают свои объявления на крыльте листе, и они предлагают себе услуги, то есть, вам предлагают услуги по сборке кабинета. Они уже с закрытыми глазами собирают эти кабинеты, потому что не всегда те люди, которые устанавливают кухни, знают, как им нужно собрать эти кабинеты. И вот у нас, например, когда мы еще только первую фазу ремонта делали, они говорят, что это за палочки, мы никак не можем понять, куда эти палочки девать. А оказалось, что эти палочки, так они у нас и не прикручены к вертикальным этим кабинетам в ванных комнатах. Они валяются где-то, и так они не прикручены, потому что просто нужно знать это все. Значит, есть люди, которые специализируются в сборке этих кабинетов, они их просто у вас же дома соберут. И дальше какие-то люди, которые умеют все это устанавливать, подключить это все к водопроводу. Нужен человек, который положит каунтер сверху на это все. Но это отдельная работа. Это отдельная работа. Значит, примерно стоит это все, считайте, что два раза. Если вам кабинеты стоили сумму какую-то икс, то еще второй, второй... Допустим, 10 тысяч кабинетов, 10 тысяч работают. Да, да. Примерно оно вот так вот все удваивается. Но это уже с камнем? Или ты, конечно, только установил? Конечно, я ее уже не считал. Ну, примерно. Ну, что мы там говорим, с камнем, без камня, с плинтусом, без плинтуса. Теперь вопрос такой еще. Например, стоит ли делать сначала пол, а потом кухню? Или сначала поставить кухню, а потом под нее закладывать пол? Ну, можно делать и так, и так. То есть делают и так, и так, потому что именно у айкиевских кухонь у них снимается вот эта подножная манелька. И можно засунуть полы под нее, а устанавливать это все на обычный пол. Но вопрос в том, что если вы когда-то задумаете, как-то это все переделать, то у вас там пола не будет. Мне больше нравится, когда пол лежит и уже на положенный пол сверху ставится кухня. Так оно как-то более нормально, да? А что еще тут можно сказать? Я не могу назвать конкретных. Я знаю, что Home Depot, например, подает кабинеты. Очень много всяких китайских магазинчиков, которые продают кабинеты. Они же устанавливают. Они же устанавливают, да. Очень много отдельно специфицированных кабинет-мейкеров, которые делают более дорогие кухни. Поэтому я не берусь вот так вот говорить, с кем можно связываться. Но я сама сейчас, поскольку я уже занимаюсь только ориентованным жильем, да, я сама больше сфокусирована именно на айкии. И планирую все кухни делать из айкии. То есть жилье, чтобы сдать потом жильцам? Да, они легко заменяемые. Например, там легко заменить поцарапанные дверцы. Они все можно заменить на другой цвет этих дверей, если стенки подходят. То есть там не было большой разницы в свете. То есть на темные стенки не поставишь на белые двери, наоборот. Но можно так сделать, чтобы если двери поцарапаются, то их легко можно заменить на чуть более дорогие, на чуть более дешевые. И это все... То есть вопросы обслуживания иногда становятся очень важными. То есть когда ты сдаешь, например, тебе обслуживание важно. А если ты сам живешь... Да, и мне что нравится в айкии, что, например, поскольку кабинеты дешевые, вот всегда, например, лучше смотрятся кабинеты, в которых больше ящиков. То есть не дверцы, а там потом внутри полки для ящики, а сразу выдвижные ящики. Во-первых, им удобнее пользоваться, потому что им нужно открыть сначала дверцу, а потом выдвинуть ящик. И когда ты идешь в любые кабинеты с ящиками, там больше деталей, и выдвижные механизмы дорого стоят, они будут более дорогие, чем обычные кабинеты, где дверцы, и либо вообще не выдвигаются полки, либо выдвигаются ящики чуть подороже. И получается так, что люди уже смотрят, ой, боже мой, кухня стоит столько же, на чем можно сэкономить. Но первое, на чем можно сэкономить, это сделать, например, там вместо трех ящиков сделать дверцу, а там внутри будут три полки. А еще, если самый дешевый вариант, они еще не будут выдвигаться, и тогда очень трудно подолазить и доставать. Давай я тебе задам наводящий вопрос. Вот если ты делаешь кухню, вот две кухни, абсолютно одинакового размера, конфигурации, все одинаково. Но одну кухню ты делаешь для себя, чтобы там жить, а другую кухню ты делаешь для того, чтобы сдать жильцам. Вот чем будут отличаться эти две кухни? Ну, я с точки зрения, вот я скажу, да, я отвечу на этот вопрос. Себе я бы сегодня делала все равно из Айкии, я единственная себе взяла бы, может быть, немножко дверцы подороже, то есть сами кабинеты, они будут стоить немножко дороже. Но чтобы я делала абсолютно одинаково, я всегда ставлю себя на место жильца и смотрю, как сделать так, чтобы ему было удобно пользоваться. То есть тебе тоже не наплевать на жильца? Дело в том, что я просто понимаю, насколько кухня важный элемент в доме, и я понимаю, что всегда в кухне не хватает места, где сложить то и то и то, и поэтому я понимаю, вот как бы мне это было бы неудобно, и стараюсь это сделать так, чтобы это было удобно. Всегда больше ящиков, больше места, компактно. Я лично люблю все закрытые дверцы, потому что понимаю, что на кухне, я не люблю, когда на кухне на каунтере очень много вещей стоит разложенных, и предпочитаю, чтобы все это убиралось вовнутрь. То есть я очень люблю такие кабинеты, они это называют уплайн гараж, который в углу стоит кабинет, и он не висит, верхний кабинет на стене, а он такой большой, что он опирается на каунтер, и туда можно поставить и чайник, и тостер, и все это не маячит перед глазами. И закрываются крышечки, закрываются крышкой, да, и его не видно, даже чайника не видно. Забрался, и все, у тебя чистый каунтер, и все. И люди удивляются, как ты так живешь, у тебя все чисто, ничего на каунтере не лежит. Надо сказать, что чистый каунтер, конечно, производит очень хорошую впечатление. Да, да, потому что, ну, для того, чтобы все разложить, да, нужно иметь место, куда разложить. Все-таки, все-таки, для... Какие-то дополнительные фишечки для себя сделаешь, которые ты не станешь... Я уже сказала, только... Только дверцы, и все? Ну, будет разница просто в самих кабинетах, да. Ну, например, я для рентал-департмента не буду делать, например, две мойки. Это уже чересчур. У нас там, как правило, и кухня поменьше. Скорее всего, я сделаю одну только мойку. А для себя бы я сделала еще на Айву две мойки. Ну, вот это такие непредсказные вещи. Ну, да, да. Еще в чем может быть разница? Ну, это я должна подумать. Мне, например, больше нравится не плита, а вот такой инсерт, который сверху ставится. На кабинет. То есть под этим инсертом могут быть обычные кабинеты. А плита зато, зато, она уже сразу имеет и духовку, и сверху вот эту жарящую поверхность. Да. Поэтому себе бы я сделала, может быть, отдельно, а уже вариантованно купила бы целую плиту. А вот с точки зрения пола, ты считаешь, что, допустим, если, скажем, в доме паркет, то считаешь, на кухню тоже надо такой же паркет? Или там, может быть, плиточку кафельную? Или, может быть, линолеум? Или ламинат? Так, очень зависит, как эта кухня вписывается в остальной интерьер дома. Так. Если это отдельно стоящая кухня с отдельной дверью, то там можно делать пол какую угодно, он не связан с общим полом дома. Естественно, на кухне больше влаги, больше разливается, и нужно сделать что-то такое, чтобы было легко убрать. Да. Но если, как у нас делается, это open space, и кухня это часть, например, family room, то ты никак не можешь провести черту и сделать там какой-то другой пол, то уже будет не так красиво. Да. Поэтому держать надо в чистоте. Хотя, конечно, вот сегодня я вот сейчас попробую на этом строительстве эти вот виниловые полы. Да. Если они себя хорошо покажут, то это будет наш выбор, потому что действительно это как бы линолеум, но которые вот, они такие, на заклипах, они склипываются друг с другом, выглядят как маркетные полы. Да. Но они не боятся ни воды, ничего. Конечно, для рентаны это очень хорошо. И были, и не было. Именно для рентаны? И сама в себе не стало такое? Нет, себе это было не стало. Полы себе надо деревянные кишки. А не теплые деревянные полы. Ну что же, хорошо. Значит, что еще о кухне сказать? У нас немножко ушло в сторону Айкии. Либо кастомизированные, либо Айкии. Но есть, ты сказала, что есть маленькие вьетнамские, там, китайские шопы, там, и так далее. Это есть и русские делают тоже. Но есть еще большие. Помнишь, закрылся, правда, громадный такой был центр. Там было все дорогое. Но там тоже был софтвор. Нет, подожди. Ты приходишь, там есть работник, работник, и работник с тобой садится. И он с тобой дизайнирует эту кухню. Ну, смотри, даже Хонг Дипа, который, в общем-то, магазин недорогой, там тоже есть работник, там есть тоже отдел кухонь, и там можно заказать кухню. Причем они уже сами посмотрят, могут ли они сделать это кастомизированно. Потому что у них прямые контракты с теми производителями кухонь, которые делают это. Либо из готовых кабинетов. Но это все равно будет намного дороже, чем кухня Айкии. Там еще, знаете, что интересно? Вот Хонг Дипа, это большая организация, там всюду есть. Там цена очень сильно зависит от того, нужно ли специально заказывать, или у них есть на складе. Вот любой материал, который вы там берете, не важно, что это будет, там, толчок, там, для туалета, или там это будет плита, или это будет, ну, что-то. Ну, все, что кастом, кастом. Все, что нужно заказать. Заказать, оно все, конечно, дороже. Можно купить готовые кабинеты у них там, и они тоже собираются, да? Они тоже в доступ, но они такие более традиционные, но они выглядят так себе. Смотри, люди, смотри, на эти кабинеты. Хочешь ли ты этот самый кабинет брать? Сегодня, например, Костка предлагает тоже кабинеты, и тоже этот сервис, где вам все замеряют и все сделают. Это Крафт, там какой-то Крафт, очень известная фирма, большая. Вот, я забыла полное их название. Они тоже придут, все замерят. В общем, короче говоря, вопрос с кухнями такой. Первая таблица с фасончиком, да? Потому что вот эти Крафтерсы, они делают традиционные кухни, а я уже из ландов не переношу, поэтому как бы для меня они не представляют такой ценности. А люди любят классика. Люди любят классику. Да, ну, она утомляет. Вот, что меня интересно, как бы сказать, меня само приятно удивило, что вот мы сейчас у себя в доме сделали белую кухню. И мы уже живем сколько, 4 года, наверное, да? Она совершенно не утомляет. Вот темная кухня, она все-таки хочется ее как-то немножко обновить и что-то такое делать после... А вот светлая кухня, она вообще никак не утомляет. А у нас и в Москве была светленькая? И в Москве у нас была светленькая. Да, кстати, вот та кухня, которая у нас была в Москве, это тоже отдельная история. А в тот момент появились вот тоже кухни сделанные, ламинированных этих панелей. И все хотели кухни, которые имели фасад, как будто он деревянный. Да, под деревом. Да. Красиво смотрелся. И у мешанных родителей, они каким-то чудом себе заказали такую кухню. Когда мы получили квартиру, мы поехали искать кухню и они обнаружили, что вот эти с деревянным фасадом, на них нужно в огромную очередь писаться. И это еще займет 2-3 месяца, пока их сделают. Вот. А нам нужно было уезжать, да. И мы взяли то, что продавалось вообще свободно. Она выглядела очень как-то бедненько так. Ну, совсем на белом фоне там были такие еловые веточки. Тоненькие, тоненькие, тоненькие зелененькие веточки с иголочками. Все. И в магазине она так бедно выглядела, просто страхолюдивно было ужасно. Когда нам ее привезли и поставили, она была такая милая кухня, она создавала такое уютное очарование, что мы вот сколько лет жили там, все время с удовольствием. Да, да. И люди, которые приходили, говорили, боже, где вы брали? Да, очень симпатично. Поэтому не всегда то, что в магазине выглядит очень красиво, будет красиво смотреться в маленьком пространстве кухни и наоборот. То, что в магазине смотрится некрасиво, в маленькой уютной кухне, будет создавать определенное настроение. Да, друзья, в этом сложность в современной жизни. Раньше ты шел в магазин, писал себе в очередь дикую и брал чего есть и прыгал до потолка. А сейчас у тебя проблема выбора. Да, у меня есть полно. Причем сегодня я, например, никогда этого не делала. У меня нет таких объемов. Но уже теперь, например, Али Баба прямо из Китая поставляют. Можно у них заказать кухню прямо из Китая и они привезутся. Ну, здесь нужно найти того, кто устанавливает. Почему я это не делаю? Потому что привезут кабинеты. Если что-то не так с этими кабинетами, то куда их отправлять обратно? Там же через таможню нужно пройти и так далее. Поэтому я этого не делаю. Но, в принципе, каждый раз цены у них такие привлекательные, что очень хочется. Особенно если оптом. Да. Понятно. Ну что, Свет, я думаю, мы про кухню поговорили. Исчерпывающе. Исчерпывающе. Вот. А дальше очень многое зависит от момента времени. Я могу сказать, что вот мы строили дом один. Один дом мы строили прямо перед рецессией. И это был один мир. А потом мы строили после рецессии. И мы были потрясены тем, насколько буквально там 4-5 лет, насколько изменился ассортимент всего. И граниты, и мраморы, и плитки, и паркеты и так далее. То есть вот за годы рецессии индустрия так рванула вперед, то есть пытаясь преодолеть кризис. Да, я не знаю, связано это с кризисом или нет, но вот одно время стали популярны, там лет 15 назад, гранитные каунтеры. И они поначалу были безумно дорогие. Я помню, что мы в 2001 году делали этот гранитный каунтер, еще когда мы в Саратове там нагорежили. Да. Мы делали все полностью кастом, ничего не было вот этих префабритов готовых. Да, вырезали из плит. Вырезали из плит, и он стоил там чуть ли не 6-7 тысяч этот каунтер. Ты серьезно? Да. Он был очень дорогой. Так. Мы даже не заказывали его шлифовку, а сами потом маслом его натирали, потому что было еще полторы тысячи цены. Вот. А потом, вот сегодня приходишь в магазин и просто глаза разбегаются, сколько вот этих префабритов каунтеров, причем они стоят намного-намного тяжелее. Да. И установить их стоит дешево. Но сегодня они уже не модные, если говорить уже о моде, да. Сегодня уже модно, например, стеклянные каунтеры. Есть такое стекло очень толстое, не бьющееся. Либо, например, цементные каунтеры. Очень много стало искусственного материала такого. Либо металлические каунтеры. И вот эти уже стоят больших денег. Но пройдет какое-то время, и они отойдут в прошлое. Очень много композитных материалов сейчас. Глаза разбегаются. Да. Но вот сегодня вот эти цементные, когда бетон заливается, прям бетон заливается на кухонном столе по форме этого стола. Кошмар какой. И получается бетон. Ну, это там специальный бетон какой-то. Не такой бетонный, как из чего делаются крылечки, да? Он такой гладкий получается, но они его специально добавляют какие-то разводы, и он такой темноватый, с разводами. Он тоже красивый, как Амин получается. Видимо, практичный. И гладкий, да. И гладкий, красивый такой бетон. Ну, я боюсь, что поскольку мы себе уже не будем кухни наверное делать, то мы уже никогда себе такую не сделаем, а в Ренту, вы пасните, мы тоже такого делать не будем. Вот я хочу добавить, что в силу разных самых причин Светлана за последние лет 10 кухонь сделала, ну тоже, наверное, с десяток в разных ситуациях, да? Можно так сказать? С десяток. Ну, в районе того, да. Потому что когда-то избили дорогу, что-то здесь происходит непонятное. В общем, друзья, мы с вами в Сан-Франциско. Ну, тут у нас православный храм. Смотри, Света, это даже может быть немножко к Рождеству, можно сказать, знаково. Вот тут храм, там может быть верующие, даже. Ты смотришь, что у нас зеленый свет, может быть. У нас зеленый свет, и мы едем. Но, Света, соблюдая некоторые правила. Правила соблюдать надо, но ехать тоже надо. То же самое, друзья, вот с кухней. Надо соблюдать правила, но, что надо жить тоже. И вот так вот все и происходит. Все, друзья, счастливо. Мы с вами, ой, расстаемся на избитом асфальте. Ричмонд, это такой район в Сан-Франциско. Счастливо. Пока.